Всем доброго времени суток, вот и обещанный ежемесячник за ваши лайки. Набрали, кстати, вы их аж 2000, так что давайте и на этом выпуске набираем столько же, и я продолжаю вас радовать новостями. И, конечно же, не забываем подписываться на канал с колокольчиком, дабы не пропускать следующие видеоролики. И, на самом деле, подписки очень сильно мотивируют меня делать для вас видеоролики. Ну и не буду тянуть, приятного просмотра. Заходишь ты, значит, в ОСУ, и видишь. Хвик, Рафис и Кукизи одновременно в онлайне. Офигеваешь от происходящего и думаешь, сейчас же не 2016 год. Ну, в общем, тут новость больше про Хвика. Мир настолько сильно очистился, что легенды возвращаются. Хвик, кстати, даже умудрился поставить 500 и 600 пп скоры спустя кучу лет. И продолжают ставить новые скоры периодически. Что ж, с камбэком еще одного легендарного азиата. Итак, Зиксар запилил очередной ребалансик. На реддите он описал, в чем заключается ребаланс. В комменте он утверждает, что будет подсчет эритмической сложности карты. То есть это баф-карта ля спутник. Перерасчет 100 рейтинга и пп для флэшлайта. Уберут некие ограничения для высокого бпм. Также, возможные изменения включат. Балансировка роли аимов пп. Слайдеры будут влиять на старрейт. Баф для слайдеров с частой сменой скорости. Корректировки пп относительно аппроуч рейта. И ребаланс аккуратии по отношению к спидмапам. Звучит, конечно, все очень интересно. Но на деле опять какая-то ультра простая карта будет давать 1000 пп скор. Забавно, что ранее сказанные мною слова про ребаланс писались неделю назад. Итак, что же мы имеем по итогу. В целом, ребаланс как по мне хороший. Пофиксили формилки по типу 30 секундных 1-2 джампиков от Сатаркса, Реформа, Бровицы и прочих. И пофиксили различные простенькие стримосы. Бафнули гиммики и старенькие картонки в дабл тайме. Вон у меня теперь Эндлесс Найт на 412 пп. И все бы хорошо, но есть одно маааааленькое но. Я, конечно, мечтал еще в 2018 году о том, чтобы за слайдеры наваливали пп. Но, как по мне, тут явный перебор. Кстати, Бадео неплохо так пп навалили за Лост Амбреллу в Хидене и Хардроке. Получил он за этот плей 900 пп. Ох уж эти ребалансы, что в 2019 году вышел апкек с бафом жимки. Все же помнят Хидемари Ноуту. Теперь со слайдерами такие мемы. Но, понимаете, без этого никак. Изменения нужны, да и такие приколы со временем фиксятся. Да и помнить нужно одно, что идеальной пп системы никогда не будет. Но, ребаланс, зачет. Кукизи улетел на 30 рангов. Я же в свою очередь апнулся почти на косаре рангов. Эх, приятно ничего не делать и подниматься в ранге. А как у вас обстоят дела осеры? Пишите в комментариях. Ну а лично я буду ждать, как мапперы будут пытаться заобузить эти самые слайдеры. Да так, чтобы это мог фкашнуть абсолютно каждый, получив кучу пп. Ну и, соответственно, чтобы карта еще в ранге попала. И вот, кстати, неплохой претендент на эту карту. Итак, окей, что там по ОВЦ. Прошла уже третья неделя. В последнем из матчей Россия обыграла сборную Чили. Если вы мало знакомы с этой страной и не знаете оттуда игроков, вследствие делая вывод а-ля, ну это слабая какая-то страна, первый раз про нее слышу, то вы делаете довольно-таки поспешные выводы. Многие уже и позабыли, что там на самом деле очень сильные игроки. Один Мафия и Даниэл чего стоят. Но главная звезда чилийцев это интеркемпинг. А он на секундочку по соло-турнирному перформансу очень даже неплох. Но по итогу и с таким грозным соперником Россия справилась. И прошла в четвертьфинал. Русские встретились там с Гонконгом. И многие ожидали, что русские развалят и пойдут играть в США. Да и на бумаге состав у России был сильнее. Ну, парней что-то пошло не так. И они потерпели фиаско. Кстати, да, запись этого матча у меня есть на канале, так что можете его посмотреть. Ссылку я оставлю в описании. Не буду размусоливать и говорить о причинах этого поражения. А просто пожелаю парням удачи и показать достойную игру против Австралии. Играют ребята, кстати, в 11.30 по МСК в воскресенье. И если выиграют, то попадают на Великобританию или же Тайвань. Матч между Великобританией и Тайвань будет в субботу в 17.00 по МСК. Ну и тот, кто выиграет, будет играть с потенциальным соперником в виде России или же Австралии. Если Россия выиграет в Австралии, то она будет играть аж две игры. Ну а если проиграют, то выбывают с турнира. Украина, к сожалению, уже выбыл с турнира. Так что ждем успехов от них в next году. Также на позапрошлой неделе нам воссоздали игру из 2019 года. Великобритания против Южной Кореи. На данный момент это один из самых эпичнейших матчей этого турнира. Где дело дошло аж до тайбрейка. И Великобритания смогла отомстить за 2019 год, обыграв корейцев. Напомню, что в 2019 году корейцы дошли до финала по нижней сетке. Так что если они захотят свой матч и реванш, то еще могут его взять. Великобритания, пройдя дальше, не смогла сделать сенсацию и проиграла США. Ну и матч Польши с Швецией тоже был прикольным на позапрошлой неделе. Единственное что, поляки обошлись без тайбрейка и обыграли шведов со счетом 5-3. После поляки попали на Германию и ожидаемо ей проиграли. Однако это дарит нам матч со своей историей. А именно матч в нижней сетке Польша против Румынии. Румыния уже не первый год вставляет палки в колеса полякам. А началось все с ОВЦ 2018 года, где Румыния не дала выйти полякам из группы. И тогда победа Румынии была неожиданной. Типа как так чемпиона ОВЦ вынесли? И не просто чемпиона, а единственную страну, которая смогла остановить американскую машину. Которая с 2015 года единожды проиграла именно полякам. Так что посмотрим, что нам подарит этот матч. Ну а результаты других матчей и расписания я оставлю по ссылке в описании. Ну а мы возвращаемся к новостям. Было объявлено баунти в 1100 долларов за первое ФК на Олдовой Юмиори. Эта акция щедрости действует две недели, то есть до 15 ноября. Появилась прога для изменения цвета веб-сайта ОСУ. Так что если вам наскучил веб-сайт, можете немного его кастомизировать. Ссылку я оставлю в описании. Как вы думаете, какой самый популярный видос по ОСУ? Наверное, ФК Кукизи на Freedom Dive или Play на Синтипиде. По идее, автоплей на Синтипиде был самым популярным видосом. До недавнего времени, когда Эрию выложил автоплей на один из завирусившихся в англоязычном комьюнити мемасиков. Замапано, кстати, четко. Ссылка на видеоролик также будет в описании. И так, две интересные карты вошли в ранкет. Ну, скорее, одна из них хайп, а вторая криндж. Что из этого, что выбирайте сами. Первое, это имидж материал от Сатаркса. Если вы ожидаете там лонгстримов 260 бпм, то ничего подобного. И мага с джампами и без стримов. Шах и мат. Но справедливости ради, не сказал бы, что карта простая. Поэтому пусть будет. А вторая карта, это Full Moon Knight. На пофармить с дабл таймом. Вот с такими вот крутыми стримосами. Ох уж эти карты в 2021 веке. А вот за что не стыдно, так это за спидкор обнять и убить от Кабарио. Мап-сет от Мисс Магиуса, а.к. Голубой Дракон. Ну, или если вы не знаете, кто это, если вы новичок, то это тот, кто замапал Биг Блэк или же Айрмен. Вообще, любителям спидкора и техникал карт советую поиграть. А ну и да, за октябрь есть даже список лавэт карт. Ссылку также оставлю. Помимо обнять и любить, я оценил еще карту Киджибата со Space Into Me Low BPM стримами. Ну и напоследок, в честь Хэллоуина был арт-контест, и результаты вы уже видели внутри игры. Ммм, хотя нет, не все вы видели. Одну картинку, которая победила в контесте, все же пришлось убрать. А жаль, был бы неплохой скример перед ночной каткой. По этой причине, кстати, ее решили и не добавлять, дабы не пугать младшую аудиторию. Ну и пришлось бы еще в жанре игры добавлять хоррор. А все помнят скины со скримерами на миссе? Ладно, новостей на самом деле за месяц интересных не так много было. Чтоб вы понимали, мой ньюсмейкер кидал мне новости, а-ля Чикони заруинил паст часовой ретины из-за краша игры. Но это уже годится лишь в раздел мемов. Поэтому переходим к скорам. Перед началом хочу сразу предупредить. Я не буду вставлять абсолютно все крутые скоры в один выпуск, ибо это затянется и все скатится в просто показы реплеев. А у меня не канал с реплеями, я вам просто напоминаю. Так что вы можете поделиться интересными скорами у меня в комментариях. Ну а тут я делаю свою подборку. И да, сегодня без каунтеров, так как ребаланс недавно вышел. Так что он будет к следующим новостям. Ну, если лайков наберется, конечно же. Итак, начнем мы с врост хайрплеера. Он поставил первое фк на полигоне спустя много лет, как эта карта в ранкеде. Это технически сложная карта со сложными по флоу паттернами. А знаменита она по плеям Азера или же Гэна. Кик. Фк шнул таймфриз на 11 место в лидерборде и получил 710 пп. Ну и также не отходя далеко от этой карты, Арнольд 24 на 24 был близок к первому хидден хардрок фк на этой карте. Но ран закончился фейлом. Апостол фк шнул Сэнпу Но Май с даблтаймом на лучшую акурси. Скор дал 801 пп. Также Апостол сыграл Куайер Джейл на лучшую акурси с даблтаймом, получив за скор 825 пп. КХЗ наконец-таки фк шнул Десит и однозначно забрал топ-1 на этой карте. Сыграв карту на 97% акурси. Фк дало 731 пп. Русский хидден плеер XHB ворвался с двух ног и поставил свой новый топ-плей на Master of Peace. Фк шнув ее с хидденом на 99% акурси, получив за это 749 пп. А через несколько дней перебил свой топ-плей, сыграв Freedom Dive с хидденом, поставив на нем 786 пп. А вообще он красава и нормально так наактивничал, поставив кучу крутых скоров. Ваксей поставил первый С-ранг на Сорочинской ярмарке от Мазарина, сделав всего 4 слайдер-брейка. Мирами фк шнул The Words I Never Said с даблтаймом на 1124 пп. С-ранг на Сорочинской ярмарке от Мазарина. Бадео фк шнул Arabian Rave Knight с ноу фейлом и хардроком. Карта в новом моде вызывает трудности, а тут еще и с хардроком фк. Сам Бадео отметил, что это его лучший скор. Оно собственно и не удивительно, вы просто посмотрите на этот плей. С-ранг на Сорочинской ярмарке от Мазарина. Ридкат фк шнул The Sun, The Moon, The Star на второе место в лидерборде и 821 пп. Кукизи сделал первый пас на Кигаре на QMS с хиденом и хардроком на 10 мисов и 98 акуреси. Вейткат оформил первое фк на Оксалис и получил за это 872 пп. Рост хайр плеер первый в мире фк шнул Way Too Deep. Этот парень походу закрывает все популярные карты на технику, которые раньше никто не смог фк шнуть. Пять лет потребовалось людям для развития, чтобы повторить легендарный скор Кукизи на Freedom Dive. И этот человек Фрэнки. Он был близок кстати к тому, чтобы заснайпить Кукизи, но даже с Акуреси в 99.7 он не смог этого сделать. Но anyway он повторил легендарный скор. И это однозначно топовый скор, который заслуживает внимания. Также он получил за это скор 915 пп. Ну и со скорыми на сегодня все, давайте закончим выпуск как всегда на позитивной ноте. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо всем за просмотр, не забываем ставить лайки и подписываться на канал с колокольчиком. Ну а также жду вас на ОВЦ стримах. Удачи и скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok